Благо есть, исповедуйтесь о Господе, и пейте имени Твоему Вышне. Возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песнею ушлих, Яко возвеселив наси Господи в творении Твоем, И в деле куку Твоею возрагаюся. Добрый день! Я Любовь Акельна, рада всем телезрителям телеканала «Союз». Мы с вами говорим о псалтире, а это значит, что у нас в гостях протерей Алексей Ладыгин. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! У нас сегодня с вами 28-й псалом. 28-й псалом, совершенно верно. Он звучит в названии так «Исхода скиния». И, конечно, когда мы говорим о скинии, то всегда мы говорим о священнослужителях, которые служат у скинии. И есть предписание, как говорили святые отцы, чтобы священники не просто исходили из хинии и входили в нее, потому что они единственные, кто могли войти в храм Господень, во святая святых и служить во дворе Божьем. И, конечно, когда они исходили, то их обязанностью было великое это служение Богу. А через что было служение? Через жертвоприношение, через молитвословие. Но и священник служит своей жизнью. Вот когда сейчас мы рукополагаем священнослужителем в нашей Церкви, то тогда звучат такие слова, которые пишутся на кресте, чтобы был образ верным в чем? В житии, делом, словом. Вот этот образ должен нести священник всегда. Естественно, служение священника – это его чистая жизнь, это его благопристойное поведение, это его, конечно же, благоговение и служение Богу, и благочинное, потому что в Церкви, говорит апостол Павел, все совершается по чину и благообразно. Посему, конечно же, мы говорим вот о такой высоте служения. Но вот здесь святые отцы говорят, что псалмопевец Давид говорил в первую очередь, когда исхода скиния, он говорил, конечно, о душе человеческой, которая скиния имеет тело, и когда оно исходит из своего тела, то она должна наполниться теми добродетелями душа, наполниться теми добродетелями, которые будут решающими для того, чтобы она вошла в вечные обители. А что для этого нужно? Жертвоприношение. Хорошо, мир христианский, когда уже мы не приносим жертву, единая бескровная жертва, сам Господь себе принес жертву за все человечество. Значит, чтобы быть участником этой жертвы, мы должны обязательно иметь силу и возможность бывать на богослужении, не только бывать, а быть участниками этого богослужения, чтобы наполнить себя вот этой великой благодатью и безмерным и незреченным подвигом самого Спасителя через участие в таинствах. Конечно же, мы себя должны готовить, как священники готовили себя при исходе из кинии для совершения жертвоприношения, конечно, для молитвословия. В жизни должно присутствовать обязательно молитвословие, то есть совершаться молитва. И человек является благочестивым, Господь не требует от него чрезмерного, но то благочестивое правило, которое вменено в совершение человеку, в ежедневное совершение, оно должно совершаться. Это как утренние и вечерние молитвы, это как чтение священного писания. Но аще кто может вместить и дальнейшее и большее молитвословие. Но малое необходимое также должно совершаться. Ну и, конечно, жизнь, она должна быть благопристойной, она должна быть благочестивой. И все, что касается в жизни, человек должен совершать благочинно, то есть совершать то, что ему предписано в обязательном порядке. Тем самым он будет подготавливать свою душу к исходу из тела, вот исходы из кинии, которые являются прообразом тела человеческого. Вот такой псалом, очень такой глубокий, и он, конечно, будет говорить о дальнейших шагах, о дальнейшем служении, которое должно наполнять человеку. И что его ждет на этом пути? Потому что, естественно, всякие трудности, испытания, свойственные человеку в жизни, но он должен преодолевать их и правильной мыслью, и правильными уже действиями, которые будут вытекать из правильной мысли. «Принесите Господеве Сыне Божие, принесите Господеве Сыне Овне, принесите Господеве славу и честь». И вот здесь, конечно же, святые отцы говорят о том, о чем говорит здесь, что мы должны принести Господеве? Славу и честь, то есть высоту своего служения. Но все-таки высота, в чем она заключается? Вот некоторое святоотеческое толкование этого псалма говорит о том, посмотрите на святых апостолов. Они являются сынови, сынами Божьими, так их называет сам Христос в Священном Писании. «Восхожу ко Отцу моему, когда говорит, не прикасайтесь ко мне, восхожу ко Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». То есть он говорит о том, что для святых апостолов Бог является Отцом, и они являются сынами тоже по благодати Божьими. Но они должны принесите Господеве сыне овни. Овни – это овца, это ягненок. И, естественно, какой плод принесли святые апостолы? Они принесли человеческие души, когда распространили веру Христову по всей земле, просветили языческий народ и тем самым, конечно, принесли к подножию Отца Небесного. Что принесли? Души человеческие, спасенные и просвещенные светом Христовой истине. «Принесите Господеве славу и честь». И здесь, конечно же, мы должны говорить о том, о том высоком высоте жизни, который должен наполнять человек себя. И через, конечно, исполнение заповедей Божьих, через служение Богу, в том числе и Словом. Вот наша сегодняшняя передача – это служение Богу. Но через что? Через Слово. Потому что Словом человек возвышается не только делом, но и Словом. И в то же время Словом возвышается Господь, и также Словом может быть и унижен Господь, если это Слово будет неправильное, если это дело будет неблагочестивое. Поэтому делами и словами нашими либо прославляется имя Божие, либо хулица, и об этом очень сильно говорит нам Священное Писание. Вот, отец Алексей, извините, есть противники, и мы знаем, очень часто раздаются голоса, что богослужение на церковнославянском языке идет нам тут непонятно, там непонятно, давайте перейдем на русский. И всегда возражаешь этим людям, церковнославянский язык – это язык, на котором не написано ни одного дурного слова, ни одной дурной книги. Это возвышенный язык. И посмотрите, когда дети начинают изучать церковнославянский язык, даже по-другому думают. Вот когда я был в Германии, очень хорошо и красный, что сказал Владыка Марк, он сам немец, и рожден в Германии, и вырос в Германии, он говорит, мы сейчас очень часто служим литургией, особенно по субботам, на немецком языке, но молитвы, тайные молитвы, я читаю на славянском. Почему? мы спросили, Владыка? Потому что даже немецкий язык, переведенный, и родной для меня, он не может донести глубину, красоту, и ту благоговеренную благодать, которую дают эти молитвы, не может выразить ни всякий язык. Например, мы знаем, что англичане не поют «Господи помилуй», они поют «Кирилейшен», они не могут перевести «Господи помилуй» на свой язык, чтобы излить всю глубину и тонкость вот этой покаянной молитвы. Они просто оставили «Кирилейшен» у себя, потому что не могут они это перенести, перевести на свой язык. И здесь нужно понимать, что то, что несет славянский язык, это действительно глубина и благодать. Это сказал очень глубокий человек, он эфилолог, он знает порядка восьми языков. Он знает арабский, он знает еврейский, он знает английский язык, немецкий, русский, еще испанский, по-моему, Владыкова, совершенно удивительный человек. И вот он сказал такую глубокую мысль, что я не могу тайные молитвы, когда даже совершаю на своем родном немецком языке, читать их по-немецки, потому что они не переносят, не доносят вот той глубины, что хочется сказать. Он это чувствует, ощущает. Это очень чувствует. Поэтому мы должны понимать, и больше говорят те, которые не имеют практики хождения в церковь постоянно. А кто ходит постоянно в храм Божий, он не нуждается в этом переводе богослужения со славянского языка. Уже все понятно становится. И вот когда мне кто-то из русских говорит о том, что надо перевести на русский язык, а что я говорю славянский, это не ваш родной язык, вы же славяне. Для иностранцев это звучит очень нелепо. И я думаю, что к этому мы должны прислушаться. Очень должны прислушаться. И тогда наше нерадение нельзя будет оправдать. Знаете, батюшка, вообще бы в школах вела церковно-славянский язык. Мы изучаем английский. Сейчас сказали, второй язык будет обязательный. И немецкий, и французский. Но почему нам первооснову свою не изучать? Либо латынь не изучают где-то. Либо латынь. Но не изучают славянский язык. Совершенно верно. Как было бы красиво. Русский человек всегда нам свойственно наступать на те И преподаватели же есть. Можно найти преподавателей. На которые мы уже не вступали ни раз. И любление к языкам, оно ведь тоже фактически не оправдано сейчас очень сильно, потому что мы сокращаем преподавание русского языка. Да, русский язык, литература, И его вообще убирают. Да, из преподавания в школах. А вводят иностранные языки. Причем мы уже давно поняли, особенно сейчас, в наше время, когда, конечно же, ну, наверное, настало такое время, когда нас нигде не ждут. Да и экономически уже скоро невозможно будет куда-то выехать. этот опять язык, будет в него вложено много средства, много времени, а он останется ненужным и придастся забвению. Спасибо, отец Алексеев. Ну что ж, продолжим дальше. Да, у нас осталось, к сожалению, три минуты, но мы с вами так давно не виделись, хотелось обсудить некоторые вещи. Ну, удивительные, удивительные псалом, конечно, и здесь дальше говорит псалмопевец, принесите Господю славу имени Его, поклонитесь Господи во дворе святим Его. То есть, вот эти пророческие слова и призыв даже поклонитесь Господи во дворе святим Его. Во-первых, Богу надо приносить славу. Славу мы сказали с вами, что мы приносим через служение Богу, через исполнение заповедей Его, а вот поклоняться надо во дворе святим Его, то есть, в храме Божьем. В храме Божьем надо поклоняться и есть храмы, где мы должны молиться. Можно на всяком месте поклониться Богу, но все-таки подлинное и истинное служение это в храме Божьем. Не где-то на стадионе, а где все тебя направляет на молитву. Конечно, здесь нужно говорить и о чистоте помыслов на молитве, и дальше об этом также будет говориться, вот, особенно, когда мы будем говорить о следующем псалме. И в то же время псалмопевец дает в этом псалме говорить о силе Слова Божьего, которое звучало, и пророчится, это о том, как оно будет звучать на Иордане. Глаз Господень на водах, Бог славы в изгреме, Господь на водах многих. То есть, глаз Господень, он слышится только тогда, когда возможно его услышит, когда он подает верным своим. И, конечно, Бог славы в изгреме, то есть, что значит Бог славы в изгреме? Как гром гремит и слышится во всех концах вселенной, так и глаз Божий слышен во всех концах вселенной. Господь на водах многих. Что значит Господь на водах многих? Конечно же, Господь, осветив воды, струи орданские осветило всю водную стихию. И так каждый раз происходит, каждый год, когда мы освещаем воду, освещается вся водная стихия. Но я думаю, что мы начали толковать 28-й псалом, продолжим его толкование в следующей передаче. Псалом мы очень интересны. Большое спасибо, отец Алексей. Мне остается поблагодарить всех наших телезрителей за то, что они были сегодня с нами, смотрели нашу программу. Всего вам доброго. отец Алексей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok